МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Анна Семенова. Здравствуйте. При освобождении Староскольского района от оккупации погибло около 7 тысяч советских воинов. Кого-то местные жители хоронили в селах, но многие до сих пор лежат там, где их застала смерть. В траншеях, воронках, в блиндажах. 55 лет ищут и поднимают останки непогребенных красноармейцев поисковые отряды. В селе Казачок перезахоронили прах еще 25 солдат. Эти залпы должны были прозвучать зимой 43-го. Но тогда они салютовали павшим. Слишком много их было. Тысячи и миллионы. У выживших в жестоких боях не всегда хватало сил и времени, чтобы предать земле погибших товарищей. Тела 25 бойцов, зимой 43-го сложивших головы при освобождении Казачка и Шмарного, жители закопали в братской могиле на местном кладбище. Может, и был какой-то опознавательный знак? Да время следов не сохранило. Только наказы стариков – перезахоронить наших солдат. Там ни крестов не было, ничего не было. Просто была ямка, бугородчик. А со временем, ведь 80 лет прошло, все осело. Эти женщины, они показали маме, говорят, вот здесь мы копали эти ямы, и мы стаскивали всех убиенных и ложились сюда. Весна наступает, начнет распутиться и будет запах. И поэтому мы молодежь все с Казачка стаскивали сюда в могилы. Там были русские, немцы все. Ну, две могилы. А оказалась только одна моя. В прошлом году Алла Монакова связалась со Староскольским клубом «Поиск» и рассказала все, что ей было известно от мамы. Розыском братской могилы, а она оказалась не там, где предполагали. Занимались не только староскольские, но и белгородские, внянские, губкинские поисковики. Работали мы при поддержке фонда президентских грантов. Могилу эту нашли еще зимой. Мы проводили, погода позволяла, проводили разведывательную работу и нашли. То есть мы уже приехали, скажем так, по наколке, по наводке сюда. Отработали мы ее за день, экзумировали. Ну и также ходили с поиском. Еще у нас был ряд предположений. В свободном поиске нашли мы еще двух бойцов, оставшихся безымянными. Место погребения красноармейцев поисковики называют госпитальной ямой. У некоторых бойцов ампутированы ноги, руки. У женщины по фамилии Толмачева пробита на вылет грудь. Архивы подсказали, что после освобождения в Казачке работал полевой госпиталь 40-й армии. Люди получили ранения в ходе бою, попали в госпиталь, и в госпиталь они скончались. Мы нашли останки двух бойцов, у которых была проведена трепанация черепа. По какой-то причине была скрыта верхняя часть свод черепа. Я был удивлен, что такие операции проводили в то время. Имена большинства погибших известны давно и даже высечены в граните. Фамилии освободителей села восстановили еще в советское время. Поставили памятник, но останки лежали там, куда их опустили в феврале 43-го жители. И вот теперь прах героев обрел покой. Бросить гор с земли и возложить цветы пришли многие местные жители. Некоторым война снится до сих пор. Горя много было, все поразрушено. Одного нашего немца издевались, как я сейчас помню. Как его добрасывали в педня, а мы стояли, дети тут же все плакали. У нас в Шмарном были немцы, а у Казачку были наши русские. Наши русские отогнали немцев и погнали дальше. И вот я как сейчас запомнила наши русские. Пономарев в атаку, ура, ура. Пономарев в атаку, как сейчас я вот помню, сколько мне было там. Пономарев в атаку, в атаку. И вот так война наша. Не исключено, что нынешняя находка не последняя. Местные уверены, в окрестностях еще много незахороненных бойцов. Озеро вот там под лесом. И Чунчукова Анна Андреевна говорила, что они, когда наступали наши, и танки переезжали через это озеро, и тонули танки в этом озере. И вот там тоже много солдат. Они не знали, что можно объехать это озеро, а ехали через это озеро. И танки прям проваливались под лед. Вот там еще тоже много, наверное, погибших. Лариса Ульянинка, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9 канал. Теркин, Теркин, добрый, малый. Ежегодно в День памяти и скорби в Старом Москве проходят большие теркинские чтения. В этом году поэма Александра Твардовского дополнила и новая история самого любимого в народе солдата, от священника Владимира Русина. Подробности в следующем сюжете. Поэму Твардовского Василий Теркин знает, наверное, каждый со школьной скамьи. Собирательный образ советского солдата, который полюбился и красноармейцам в окопах Великой Отечественной, и ждущим их дома матерям и женам. Простой вояка, душа роты, неунывающий оптимист. Благодаря таким, как он, невозможно сломить тот самый русский дух. Сейчас во время СВО России вновь нужны такие герои, уверен священник Владимир Русин. На ежегодных теркинских чтениях он прочел свою повесть в стихах, позывной «Теркин». Просят автора. Надо бы Теркина в приграничную Русь позарез. Защищать наша курская Теткина или брянский прочесывать лес. Жизнь у мирного люда кошмарная. Тут обстрелом не видно конца. Украина соседка коварная. Крайне зона нужна санитарная от Валуек и до Трусковца. Злободневные темы и новости из-за ленточки Владимир Русин превращает в новые части поэмы. Священнослужитель уверен – Теркин жил, жив и будет жить. Началось с одной части. Я, кстати, думал, что все и закончится этим. Сейчас уже семь частей. Я думаю, последнюю сегодня дописывал. Тоже я каждую часть пишу как последнюю. Ставлю точку. Но Теркин возвращается. Мы вспоминаем о военном времени. То следим за сегодняшними боевыми действиями. Но надеемся на мир и победу. И надеемся, что последняя глава Теркина как раз будет победная. Вместе со своим настоятелем из села Куньи на теркинские чтения приехали и прихожане церкви Покрова Пресвятой Богородицы. И по теркам и по Сталинградам, на Кавказе, в Ростове, Одессе, Крым нет. Братик создавал свет, взял у смерти выходной, а думал, что это теркин. Говорит и в дыму. Победа будет за нами. Не сомневаюсь. И никогда ни на секунду не сомневаюсь. Только благодаря вот таким вот Теркиным, вот таким вот Теркиным, будет победа. Ежегодные чтения поэмы Василий Теркин старосколец Алексей Оспин проводит уже в девятый раз. В военной форме 40-х годов с неизменной папкой в руках он читает о советском солдате, чтобы каждый знал и помнил подвиг защитника. Наша традиция, наша история должна всегда быть в памяти не только нас, но и наших потомков. Поэтому я стараюсь, чтобы как можно больше молодежи сюда привлекать, чтобы знали, что нужно читать русскую литературу. И нужно память не только восполнять тем, что читать литературу, но и знать, что происходило. Актуальность поэмы Александра Твардовского в наше время преуменьшить невозможно, уверена сотрудница детской библиотеки Галина Черникова. У нас его читают, дети берут постоянно, особенно сейчас, когда программа летних чтений очень актуальна. Дети идут со списками. Тёркин почти в каждом втором списке. Тёркинские чтения собрали около сотни человек. Кто-то приходил и оставался, другие надолго не задерживались. Но равнодушных не было. Пришли случайно, гуляли с деточками. Видели, что мероприятие, решили послушать, очень стало интересно. Решили, что нужно детям знать, что происходило и что происходит сейчас. Поэтому остались посмотреть, послушать. В следующем году Алексей Оспин планирует провести десятые юбилейные чтения. Участвовать может каждый желающий. Анастасия Конникова, Павел Казакевич, Симон Гречишников, 9 канал. В рубрике «Есть вопрос, есть ответ» сегодня расскажем о светофорах. Обращения староскольцев в редакцию касались их установки на различных городских участках. Где появятся новые светофорные объекты в этом году? Сколько всего сигнальных устройств помогают обеспечить безопасность движения? И кому звонить в случае, если светофор не работает? Об этом в нашем следующем материале. Первые в Старомосколе светофоры появились более 40 лет назад на проспекте Губкино. С тех пор сигнальные электрические фонари, запрещающие и разрешающие движения, установлены практически на всех основных транспортных магистралях и самых сложных городских перекрестках. Сегодня в зоне ответственности Управления жизнеобеспечения и развития администрации округа 34 светофорных объекта. Три из них, так называемые Т7, подают мигающий предупреждающий сигнал. Их устанавливают в непосредственной близости от образовательных организаций. Также есть на территории округа и светофоры, находящиеся под контролем и обслуживанием областного управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области. В этом году число светофорных объектов на территории округа увеличится. На самых аварийно-опасных участках, с учетом обращений жителей Старого Оскола, появится современное устройство для регулировки движения транспорта и пешеходов. Сам светофор и его оснащение стоят недешево – порядка 3-4 миллионов, плюс благоустройство вокруг. В этом году Управлением капитального строительства планируется ввод в эксплуатацию двух новых объектов светофорных. На пересечении Майской, Михайловской, Богатырской и проспекта Губкина и бульвары Дружбы. Но как только закончится строительство этих объектов, наше учреждение возьмет их на обслуживание и содержание. Многие светофорные объекты требуют замены. У каждого из них свой срок эксплуатации и постепенно реконструкция и модернизация коснется каждого. Обычно жители сталкиваются с аварийными отключениями, вызванными погодными условиями, либо ДТП. Даже небольшой сбой в работе светофора способен вызвать дорожный коллапс. Поэтому следует помнить полезный телефон. Если светофор, если жители нашего города хотят сообщить о поломках или о других каких-то дефектах, связанных со светофорными объектами, им необходимо, конечно, обратиться в единую диспетчерскую службу 112. Эта служба имеет непосредственно прямой выход на нашего подрядчика, и они делают напрямую заявку. Дорожная сеть развивается вместе с городом. И, возможно, уже в обозримом будущем в Старом Осколе будет создана система «Умный светофор». Евгения Ташманова, Павел Казакевич, Симон Гречишников, 9 канал. Машины и свободы одновременно лишился 41-летний безработный Старосколец. Теперь ездить ему не на чем, а главное, в течение ближайшего года некуда. 12 месяцев он проведет в колонии общего режима. Трижды лишенный водительских прав мужчина решил, что еще один выезд в состоянии алкогольного опьянения уже никому не повредит. Однако неровно едущий лихач, пытавшийся найти симпатичную попутчицу на остановках, привлек внимание ППС. Был замечен за ругами полиции, поскольку ввелся он неадекватно, останавливался на улице города, пытался знакомиться с проходящими девушками. Данный факт привлек внимание. Было установлено, что он вообще находится в состоянии алкогольного опьянения, передвигается на автомобиле. Судя обвиняемый вину признал полностью, но попытался спорить наказание. По его мнению, раз он сел за руль, уже будучи лишенным права управления, то к нему следует применять административные меры. Но действующий уголовный кодекс ясно гласит, если гражданин не впервые совершает подобное правонарушение, несмотря на отсутствие в данный момент прав, все равно он является водителем, а значит подлежит уголовной ответственности. Судом было принято решение о назначении наказания в виде реального лишения свободы, поскольку он на путь справедения не вставал с 2015 года, должного ввода себя не сделал. По решению суда и по позиции прокурора также суд согласился с нашей позицией о том, что необходимо конфисковать автомобиль. Автомобиль Toyota Corolla 2007 года выпуска конфискован в пользу государства. Лето – свадебная пора. А сегодня, тем более в красивую дату, 23.06.23, узаконить свои отношения решили 19 староскольских пар. Многие из них специально откладывали свадьбу и бронировали этот день за год. Но влюбленным, которые хотят совершить еще и таинство венчания, придется подождать. Православные соблюдают Петров пост. В этом году он продлится до 11 июля. Следующий пик свадебного сезона 2023 ожидается в День семьи, любви и верности – 8 июля. А всего же с начала года в Старом Москоле узами брака себя уже связали 1322 мужчины и женщины. Это была последняя информация выпуска. Впереди вас ждет прогноз погоды. А я, Анна Семенова, прощаюсь с вами. Всего доброго и хороших вам выходных. В студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте. Выходные встретят староскольцев и губкинцев по теплению. По данным гидромедцентра, в субботу 24 июня облачно с прояснениями. Утром около 22 градусов, в обед – плюс 26. Вечером 23 выше нуля. К ночи слегка похолодает – плюс 19. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. Луна продолжает расти. Магнитное поле – спокойное. Атмосферное давление в норме – 744-746 мм от лудного столба.